Самара Строго говоря, все это даже нельзя назвать ремонтом дорог. По сути, это ремонт целой улицы. Границы работы по терминологии самих дорожников от фасада до фасада. Замене подлежит не только асфальтовое покрытие и его основа, но и бордюрный камень, покрытие тротуара, придорожные газоны, наносится свежая дорожная разметка. Словом, после сдачи работ улица преображается полностью. Причем, если совсем недавно это самое преображение было участью в основном центральных улиц, то сезон 2015 принес такую же дорожную цивилизацию и в отдаленные районы Самары, безымянка Куйбышевский район. Взять, к примеру, заводскую шоссе или улицу Земица. На протяжении многих лет эта трасса испытывала повышенные нагрузки. Трафик грузового транспорта здесь в разы выше, чем в других местах. Учитывая это, при ремонте магистрали дорожники применили особую технологию – усиленное дорожное покрытие. В качестве нижних слоев покрытия используется асфальтобетон с полимерно-битумным вяжущим компонентом. Этот материал дает двойной запас прочности дорожного полотна. Бюджет ремонта улицы Земица – 92 миллиона рублей, выделенных из городского и областного бюджетов. На текущий год запланирован ремонт именно асфальтового покрытия. Сейчас он ведется преимущественно ночью, чтобы не создавать проблем для транспортного потока. Ну а на следующий сезон дорожного ремонта будут приведены в порядок тротуары и газоны. Срок гарантии по всем контрактам увеличен по сравнению с прошлыми годами до пяти лет. За качество работы подрядчик отвечает собственным кошельком. Все переделки и исправления, вылезших в процессе эксплуатации проблем за счет исполнителя, думается, что это более чем весомая причина железно блюсти технологическую дисциплину. Понятно, что серьезные объемы дорожного ремонта, особенно когда они затрагивают крупные автотрассы города и тротуары в придачу, приносят ощутимое неудобство горожанам. Пробки на дорогах, щебенка на тротуаре мало кому нравятся. Но надо отметить, что одно из важных требований, которые городские власти сегодня предъявляют к подрядчикам – организовать работу так, чтобы все неудобства для горожан свести к неизбежному минимуму. Полностью использовать ночной перерыв в трафике, ремонтировать тротуары так, как удобно пешеходам, поочередно, а не так, как с подручнее строителям, пооперационно. А главное – ни на день не затягивать работы из-за разного рода проволочек. Реконструкция новосадовой, которую выполняет областное правительство, идет опережающими темпами. Достаточно быстро снимается старый асфальт, укладывается новый, и в принципе это все происходит в ночное время. Это тоже новшество, которого не было последние годы. Поэтому планы, еще раз хочу сказать, очень серьезные. Мы стараемся, чтобы дорожники опережали те даты, которые установлены в конкурсном задании, потому что нам важно как можно быстрее создать комфортные условия для наших горожан. Помимо 13 объектов нынешнего года, есть еще один огромный пласт работы, который пока не виден горожанам, но он идет вовсю на рабочих местах проектировщиков, сметчиков, технологов. Готовится задел для ремонтного сезона 2016 года. По предварительным расчетам в порядок будут приведены 25 улиц. Предполагаемый бюджет – 5 миллиардов рублей. Такого в Самаре еще не было никогда. Если до 2012 года на дорожный ремонт выделялось 320 миллионов рублей в год, то с приходом нового губернатора сумма увеличилась в разы. На следующий гол нами подготовлен очень большой задел. Мы разработали проектно-сметную документацию на 5 миллиардов 200 миллионов рублей. И если нам позволят средства областного бюджета и городского, мы эти деньги обязательно получим. Их достаточно быстро расторгуем. Я думаю, в апреле, в марте. И с мая начнется серьезный комплексный ремонт 25 дорог в нашем городе. Это очень дороги важные для города. Крупные, протяженные. Планы очень серьезные. И, уважаемые жители, хотел бы просить вас с пониманием относиться к этим планам, к этим переменам, потому что буквально через 2-3 года наш город преобразится настолько, что мы будем наслаждаться дорогами, наслаждаться благоустройством. И те проблемы, с которыми, быть может, мы сейчас сталкиваемся, эти проблемы, связанные с ремонтом, они, конечно, идут в прошлое. Мы о них вспоминать не будем. И будем гордиться трудом строителей, дорожников, которые в эти годы преображают нашу Самару. Если существующие планы по дорожному ремонту на 2016-2017 годы будут реализованы, а сегодня для этого есть все предпосылки, впервые за много лет город работает над решением проблемы в тесной связке с областной властью, то проблема ужасных самарских дорог имеет все шансы окончательно перекочевать в прошедшее время.